Ой, как хорошо. Как только Зинаида Лячина садится плести кружевам, сразу начинает улыбаться. После домашних хлопот за коклюшками она, как говорит, по несколько часов отдыхает. Две коклюшечки, вот пара. Здравствуй, здравствуй. Поцелуй-ка, поцелуй-ка. Вот и всё. Вот и разошлись они. Эта присказка перешла Зинаиде Александровне по наследству. Раньше всей родне обеспечивала кружевные наряды её бабушка, затем мама и тётя. От них Зинаиде Александровне досталась старенькая подушка для плетения и коклюшки. Каждая девушка в роду сдавала особый экзамен. Как только коклюшки мелодично зазвучали, значит, научилась плести узоры. Кружева мастерица плетёт по сколкам, специальным чертежам. Их рисуют елецкие художники. В Липецке таких днём с огнём не сыщешь. Приходится ездить на знаменитую фабрику узоров. Все мастерицы почему-то не особенно делятся. Они меня знают, я приеду туда, и они придут к ним, они мне. О, да, ты пришла, знают меня все и дают. В квартире у Зинаиды Лячиной свой выставочный зал. На десяток кружевных воротников и салфеток ушли годы труда. Потому эта ручная работа стоит недёшево. За самую простую вещь – несколько тысяч рублей. Но Зинаиду Лячину кружева не обогатили. Она их не продаёт, а дарит. А кто будет покупать? Ну, конечно, я возьму там полцены. Или там... Такие вещи не каждый покупает. Раньше Зинаиде Лячиной было некому передавать своё искусство. Раздела двух сыновей. Когда появились внучки, тут мастерица и стала педагогом. Старшая Лиза уже почти научилась. Перевей несколько раз. Перевей вот эту одну. Так. И вторую переплетай вместе. Внучки охотно берутся за коклюшки. Правда, такие узорные воротники не носят. К современной одежде они не подходят. Но Зинаида Лячина не расстраивается. Её искусство по-прежнему ценится. И пускай хотя бы на выставках. Ирина Назарова, Елена Азарченко, Тимофей Астахов. ТВК Новости. Субтитры создавал DimaTorzok